В зале было пустынно и душно. Два огромных вентилятора бездействовали. Стены были украшены деревянными барельефами. И многочисленные посетители составляли две группы. Заезжая аристократия в джинсах и местная публика гораздо более серого вида. Приезжие обедали, местные пили. Мы сели в окна. Я забыл спросить, как ты добралась. Вернее, не успела. Очень просто. Ночной автобус. Можно было приехать с кем-нибудь из экскурсоводов бесплатно. Я никого не знаю. Я тоже. В следующий раз договоримся заранее. В следующий раз ты приедешь сам. Это достаточно утомительно. Жалею, что приехал. Нет. Здесь даже очень чудесно. Послушай, давай поговорим. Давай спокойно все обсудим. Я не поеду. Пускай они уже. Кто они? Все те, кто мне жизнь отравляет. Вот они пускай и едут. Тебя посадят. Ну и пусть сажают. Если литература занятие предосудительное, то наше место в тюрьме. И вообще за литературу сейчас не сажают. Миша Хейфиц не успел опубликовать свою работу. Его взяли и посадили. Ну потому и взяли, что не опубликовал. Надо было опечататься. В гранях или в континентах. Теперь некому шум поднять. А ты уверен? В чем? Что Миша Хейфиц может заинтересовать международную общественность. А почему бы и нет? О Буковском писали, о Кузнецове писали. Это все политическая игра. Я говорю о реальной жизни. Еще раз говорю, я не поеду. Ну почему? Ну почему? Что тебя здесь удерживает? Ну объясни. Да тут нечего объяснять. Мой язык, мой народ, моя безумная страна. Я люблю даже милиционеров. Любовь это свобода. Когда двери открыты, все хорошо. Но когда они заперты изнутри, это тюрьма. Ну сейчас же отпускают. И я хочу этим воспользоваться. Ну объясни. Ты понимаешь? Язык. На чужом языке мы теряем 80% своей личности. Мы теряем способность шутить, иронизировать. Одно это меня в ужас приводит. А мне не до шуток. Ты о Маше подумал? Ты все ужасно преувеличиваешь. Миллионы людей живут, работают и абсолютно счастливы. Миллионы пускай остаются, а я хочу этим воспользоваться. Ну что тебя здесь удерживает? Ну тебя же все равно не печатают. Ну здесь мои читатели. А там кому нужны мои книги в городе Чикаго? А кому они нужны здесь? Официантки из Лукоморья, которые даже меню не читают. Всем они нужны. Просто они еще об этом не догадываются. Так будет всегда. В который раз мы говорили на эту тему? Я спорил, приводил какие-то доводы. Приводил какие-то нравственные, духовные, психологические аргументы. Пытался что-то доказать. И в то же время я знал, что все мои доводы лживы. Я просто не мог решиться. Меня пугал такой ответственный и необратимый шаг. Ведя так, как родиться за нам. Да и еще и по собственной воле. Многие люди и жениться так, как следует, не умеют. Я жил как бы в страдательном залоге. Пассивно следовал за обстоятельствами. Это помогало мне для всего находить оправдание. Знаешь, я ведь заехала проститься. Если ты решил не ехать с нами, мы уезжаем сами. И это решено. А Маша? А что Маша? Как ты можешь решать за нее? Вдруг девушка вырастет и скажет. Слушай, а кому решать? Тебе? Ты исковеркал свою жизнь. Ты исковеркал мою жизнь. Ну не все же так безнадежно. Я советую тебе. Ну подумай. Да тут нечего думать. Какие-то идиотские справки. Зачем ты все это придумала? Я же не пью, работаю. Все будет хорошо. Жизнь наладится. Кто начал пить, тот будет пить. Ты сам говорил. Да не я, это какой-то чертов американец. Это уже не важно. Надо с тобой здорово жить. В дверях стояли Митрофанов и Потоцкий. Проходите. Знакомьтесь. Великорист Потоцкий. Член СС писателей. Садитесь. Уже сидел. Я понял, что не без денег. Жена приехала. Так что угощаю. Я отправился в буфет за пивом. К тому времени, как я вернулся, Потоцкий что-то оживленно рассказывал моей жене. Я понял, что речь шла о его таланте и бесчинствах цензуры. Что, в принципе, не помешало ему отвлечься. Пиво? Боюсь, не о России. Пришлось мне идти за водкой. К тому времени, как я вернулся, офисантка принесла уже бутерброды и салат. Потоцкий ужасно оживился. Мне полную. Люблю помнить их. Ему, понимаешь, осавра залетела. Что, она до сих пор там? Да не. Он, понимаешь, заканчивал экскурсию в монастыре. Ну, ему осавра-то и залетела. Да. Волоська, извиняюсь, харкнула. Ну, она успела его и упустить. Что? Вот теперь говорить не может. Больно? Что и глотать больно. Не, не, глотать не больно. Как вам наш заболевник? Здесь даже чудесно. Вид на Савкину гору, а аллея керн. И-и-и-и-я. Что? И-и-и-и-я. Он говорит фикция. Он пытается сказать, что аллея керн – это выдумка. То есть аллея, это, конечно, само имеется. Там, обыкновенная липовая аллея. Но керн тут ни при чем. Да и вообще, может, она такой теоретой и не подходила. А мне нравится эта нюанс, что именно там, в ушке, объяснялся святой женщиной. Да она была куртизанткой. О-ха-хуха! А? О-ха-хуха! Вовка говорит, что просто шлюха. Ну и, грубо-то выражаясь, она прав. У Анны Петровны было десятки любовников. Да один товарищ Клинка, че стоит? А Никитинка? Да и вообще, путаться с цензором? Это уж через счет. Да вся моя жизнь – это борьба с цензурой. Любая цензура – это издевательство над художником. Цензура вызывает не алкогольный протест. Так давайте же выпьем за отмену цензурой. А там? Наши были планы эмиграции. Имею отнюдь тридцать вторую часть еврейской крови. Клечу на должность советника президента. И владею потерянным секретом изготовления турецких и тульских прядей. Что значит «нажрался»? Я немножко выпил. Ну, слегка раскрепощен. Взволнован обществом прекрасный, да. Но идейно я трезв. Напомню. Напомню. Как говорили во-первых, может быть, даже безумно. Я так больше не могу. А помнишь, как я нес тебя с гостей? Нес, нес, юранил. Все было хорошо. И будет хорошо. Таня молчала. Я, как обычно, пустился в рассуждение. Единственная честная дорога – это путь ошибок, разочарований и надежды. Жизнь есть по стяжению собственным опытом границ добра и зла. Мне кажется, что я к чему-то пришел. Еще не поздно. Это слова. Слова – это моя профессия. Это тоже слова. Послушай. Ну, поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь. Для писателя – это смерть. Ну, там миллионы русских. Там много русских. Это пораженцев. Это скопище несчастных пораженцев. Даже Набоков – ущербный талант. Что говорить о каком-то там Зурове? О чем мы говорим? Уже все решено. Я в четверг подаю документы. Я машинально почитал, сколько времени осталось до четверга и вдруг почувствовал такую острую боль, такую невыразимую словами горечь, что даже растерялся. Таня, прости меня и не уезжай. Просто, милая. Я вышел вперед, обогнал ее и заплакал. Вернее, не заплакал, а просто перестал сдерживаться. Иду и говорю, Господи, ну за что же мне все это? И сам себе отвечаю, как за что? Да за все. За всю твою ленивую, беспечную, никому не нужную жизнь. А позади шла моя жена, далекая, решительная и храбрая. И не такая уж глупая, как выяснилось. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ